Вот по поводу мобилизации, смотрите, Путин и его пресные загнали себя в угол, в каком-то смысле, сами загнали себя в угол ухищрениями всякой своей спецпропаганды. Смотрите, ведь вот они объявили в самом начале, это не война, это спецоперация. Они могут и готовы служить в частях и подразделениях, которые вторгаются на территорию Украины, некоторые отказываются. И вот в одном из российских оппозиционных телеграм-каналов, по-моему, на телеграм-канале Александра Невзорова даже была фотография, как выглядит военный билет контрактника, отказавшегося от службы на территории Украины, который отказался принимать участие в боевых действиях против украинского народа. Вот ему такой вот специальный штамп ставят в военный билет, который профессиональному военному заменяет паспорт. Там только «Изменник родины» написано, но там пишется такими казенными формулировками. К сожалению, вот не могу сейчас вам, это просто в процессе разговора у меня выболталось, что называется, вспомнил я эту историю. Но там весьма убедительное такое фото, разворот военного билета, в котором стоит, точнее даже не военного билета, удостоверение личности военнослужащего, в котором стоит вот эта угрожающая печать, несмываемая, которая с точки зрения профессиональной, да и личной, наверное, является тяжелейшим карьерным пятном на биографии любого такого человека. Ну, я имею в виду в тех правилах игры, которые существуют сегодня в авторитарной путинской России, в фашистской путинской России. Но, тем не менее, люди отказываются идти. И уже с самого начала пришлось привлекать так называемых призывников, срочников, вот детей, по сути дела. Потому что вот изменения, которые происходят сегодня в мире, они, и не один я об этом говорю, привели к тому, что мальчишки в 18 лет гораздо больше дети, чем вот мы были в 18. Вот я не хочу говорить, знаете, о том, что вот наши времена были лучше, а сейчас совсем не то. У меня вот таких вот ностальгических настроений по поводу времен моей юности нет. Современная молодежь гораздо лучше, чем мы были во многих отношениях. Но взрослеет она позже. Ну, в силу многих причин, в силу того, что не приходится очень часто детям начинать работать лет там в 14, 15, 16. Не приходится брать на себя часть ответственности за семью. В большинстве благополучных, относительно благополучных семей дети сегодня растут, что называется, в холе ласки и теплее. И, соответственно, взрослеют позже. И вот эти совсем дети еще, вот 18-летние, да, отправляются на войну. Посмотрите на фотографии их документов, которые каждый день практически выкладываются на телеграм-канале «Ищем своих». Вот есть такой замечательный телеграм-канал украинский, где выкладывается каждый день информация о убитых и пленных. Каждый день там можно видеть страшные фотографии вот этих убитых мальчишек. И очень часто рядом лежат документы. И вот обратите внимание, что у многих есть документы гражданские, общегражданские паспорта. Вот если у такого убитого рядом выложен общегражданский паспорт, это значит, что вот он только-только что призван. Потому что у профессиональных военных, у контрактников паспорта забирают. И вместо паспортов им выдают, как я уже сказал, вот эти самые удостоверения личности военнослужащего. У профессиональных военных, в том числе у тех, кто служит по контракту и прошел соответствующую подготовку. А тут мальчишек призывали и отправляли в бой. Или призывали на военные сборы людей, тоже совершенно не готовых воевать. И тоже посылали в бой. Особенно много таких фотографий в первые дни войны, поскольку несерьезно относились дорогие россияне в погонах к тому, что их ожидает здесь. Они думали, что вот сейчас пошлем колонну таких вот необстрелянных мальчишек, и украинцы разбегутся. А украинцы их покрошили. Субтитры создавал DimaTorzok